Приветствую всех дорогие друзья! Приехал мне сегодня еще один Full HD проектор от компании A.A.O. EG.651 Ранее я уже в этой компании покупал модель EG.620, очень хороший проектор, мне тогда очень понравился В этот раз они обновили какую-то модель, посмотрим как она выглядит, давайте распакуем Поставляется вот такой упаковкой, ехала посылка мне около двух недель, чуть меньше даже Это довольно быстро из Китая, давайте распакуем, посмотрим как он выглядит Итак, проектор приходит вот такой упаковочке, вот так выглядит эта собственно моделька Здесь на упаковке в принципе ничего не указано, здесь просто рисунок самого проектора Давайте откроем, посмотрим как он выглядит в реальности Так, надеюсь все видно Комплектация, давайте сразу комплектацию наверное возьмем Здесь есть аудио-видеокабель Далее силовой кабель с заземлением под наши розетки Далее Пульт дизиационного управления, кстати пульт такой очень-очень маленький, довольно симпатичный Что интересно, как видите кнопочки интересные, я раньше таких не видел, например Здесь можно управлять фокусом просто из пульта, то есть просто нажали кнопочку и фокусируете Это что-то наподобие как в DLP проектор автофокусировка Ну в общем потом проверим, посмотрим как она работает Кстати питается пульт от двух батареек типа 3А в комплекте, как обычно не идут Обычно так большинство тректоров Вроде бы комплектации больше ничего нет Так, давайте достанем сам тректор Ах да, еще в комплекте была инструкция Инструкция на английском языке, как обычно Русского, к сожалению, нет Но я думаю разобраться будет не сложно Здесь все в картинках, все обозначено, что где и как Сам проектор Кстати, проектор сразу чувствую металлический, потому что чувствую холодок Да, довольно красиво, кстати, смотрится вообще прям красавец такой Очень симпатично Верхушка полностью металлическая, такая алюминиевая Здесь логотип компании A.A.O Здесь сенсорное управление Сенсорное управление кнопок Но на глянцевой поверхности Да, здесь сзади тоже, кстати, глянцевая поверхность В общем, давайте по порядку На передней стороне Находится линза Да, линза довольно большая Но я не вижу, чтобы здесь что-то фокусировалось Скорее всего, так и есть, что можно с пульта его фокусировать То есть, так его не крутится эта линза Значит, с пульта она регулируется все-таки На правой стороне находится Фильтр Да, фильтр действительно фильтр И фильтр, похоже, да, съемный Фильтр съемный Такой, как в пересосах, что ли Такой интересный фильтр, довольно толстый И здесь уже видно, что здесь внутри Внутренности проектора, то есть турбинка видно Ладно, давайте назад поставим Так, на задней стороне Что интересно, что-то глянцевая поверхность Ну, она довольно маркая В принципе, просто не лапайте, будет все нормально И здесь, кстати, вот это, что необычно Если вы помните, в предыдущей модели Была ИДЖ-620, там была такая рукоятка Кингстон Как радио крутить, то есть, как здесь Здесь Кстати, да, здесь тоже Это рукоятка Кингстон Кингстон крутится сбоку А по середине еще и кнопку втурили То есть, кнопка включения-выключения И регулировка Кингстон Все в одном получается Очень удобно, кстати Разъем под наушники Разъем аудио-видео Два USB разъема Два HDMI разъема Инфракрасный порт для пульта И разъем под силовой кабель В принципе, довольно так нормально Кстати, здесь я тоже вижу фильтры Да, фильтр такой поролоновый прям стоит И здесь радиатор для охлаждения светодиода Все, здесь как бы тоже ничего На нижней части На нижней части 4 прорезиненные кнопочки Кстати, под ножичками обычно должно быть Сейчас проверю Да, действительно, под ножичками есть такие отверстия Для того, чтобы можно вешать проектор на кронштейн То есть, подвесить на потолок его И здесь еще находится ножка для Кстати, она выстреливает Это очень хорошо Довольно не все проекторы Работает этот механизм В большинстве проекторов просто он типа как сломан Нужно именно вниз направлять, чтобы он вылетал оттуда Здесь он прям выстреливает Это хорошо Здесь механизм пружины рабочий хороший Для регулировки высоты проектора Что здесь есть? Давайте так коротко пройдусь До обзора Это просто видеораспаковка для того, чтобы показать В каком виде приходит товар От какого продавца, за сколько времени Актуальную стоимость такого проектора вы сможете узнать По ссылке под видео, где его можно купить Там же и узнаете более подробные характеристики Я просто так коротко скажу Эта модель бывает двух разных версий То есть, EG650 и EG651 Еще наверное Android версия бывает, но пока что не видел ее У меня 51 версия Отличие между ними это то, что в 51 версии Мультискрин, то есть с Wi-Fi Можно подключать различные устройства по Wi-Fi И транслировать изображение через ваше устройство На экран проектора Basic версия это EG650 То есть там нет Android, нет Wi-Fi, нет Bluetooth Заявленная яркость здесь 7000 lumen То есть это 480 анти-lumen Довольно хорошая яркость Более подробно я покажу его в видео обзоре Покажу как он работает и сами посмотрите, что он себе представляет А на этом пока что будем с вами прощаться До скорой встречи, подписывайтесь, как обычно Ставьте пальцы вверх Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok